Ух! Хорошо, вокруг не души. Найки пришел. Идешь домой? Идем, заходи. Заходи. Пошли. Найки, ты будешь заходить? Мой кот Найка разбудил даже раньше, чем я планировал. Сейчас раннее утро, на улице еще темно. Я буду подготавливать свою сауну к первому испытанию. Сейчас принесу дровишек. Растоплю печь, потом схожу за водой. Марин, нос опалишься в печке. Найка, дровишки потрескивают. Печка прогревается. Я поставил чайничек. Сейчас попью чаю и пойду за водой. А изnam случае, нвери есть палка... ...вчайничек. Продолжение следует... Продолжение следует... Я подумал, что не буду делать прорубь для купания. Во-первых, это довольно трудозатратно. Мой бур уже изрядно затупился. Даже на рыбалке приходится прилагать большие усилия для сверления лунки. Топором бить уже довольно толстый лед. Тоже уйдет много времени. Да и в принципе это небезопасно. Все-таки одному окунаться в прорубь может случиться всякое. Поэтому наберу ведерко воды большое. Я больюсь из него. Недалеко от землянки. Печь уже хорошенько прогрелась. Чайник закипает. И на градуснике даже без шторки видно где-то 27-28 градусов. Сейчас подкину еще немного дровишек и буду закрывать шторкой. Ну вот как-то так. Еще подожду пока температура дойдет хотя бы до 50 градусов. И буду начинать. Практически сразу как повесил шторку, температура начала очень резко расти. Уже 35 градусов. Так, халат готов. Сейчас отнесу калоши к месту купания. Чтобы выскочил босиком, я мог бы потом зайти в калошах. Ну вот, как-то так. Все, иду раздеваться и принимать сауну. Термометр у меня всего лишь до 50 градусов. Но уже эту отметку температура преодолела. Там еще есть как бы свободное место для куда идти Рпути. Надеюсь, он не лопнет. Я посмотрю, если будет сильно высоко подниматься, я его уберу. Вот так, думаю, будет видно. В общем, я переоделся в купальный костюм. Все, снимаю сапоги. И иду в парилку. Первое испытание сауны в землянке. Так, все готово. Калоши там, халат здесь. Что еще? А, водичка там. Тепло. Даже очень-очень аккуратно надо залазить. Опа. Так. Да. Уже за 50. Хорошо. Хорошо. Вот что надо сделать. Срочным образом. Где она снимается? Давай. Скорее. Что такое? О. Ау. Двадцать. Так. Куда я? Оп. Вроде попал. Вроде попал. Я думал, если не будет хватать температуры, то сделать либо дальше и повернуть к углу двери, чтобы вся печка была здесь внутри. Но это уже будет просто как в аду здесь. Вполне достаточно. Я уже начинаю потеть, мокрить. Класс. Я очень доволен. Надо не забывать поглядывать на градусник, чтобы он не вскипел тут. А лучше, наверное, его все-таки убрать уже отсюда. Ну да, уже практически к самому верху поднялась ртуть. То есть, градусов 60 точно уже есть. Так, убираю его. Хотя бы вниз положу. Внизу не такая большая температура, хотя ногам тоже очень тепло. Главное, чтобы ничего не загорелось. Горячее, конечно, но не настолько, чтобы вспыхнуть, я так думаю. Все в порядке. Ну вот, уже потек. Я никогда не любил сильно жаркие сауны. Для меня оптимально 70 градусов. Ну, максимум 80, больше не люблю. И хорошо прогреваешься, и дышать свободно можно. Не знаю, может быть, это и полезно в 120 градусов. Но, как-то это не для меня. Я очень надеюсь, что камера не разрядится к моменту обливания водой. Потому что несколько дублей. Хотя, можно сделать еще один дубль. С удовольствием, в принципе. Внизу на полу лежит термометр. На нем сейчас показывает 45 градусов. В этой нижней точке. А вверху, конечно, намного больше. Явно за 60. Запаха никакого от этого материала не ощущается пока. О, дровишки расшевелились. Сейчас еще жарче станет. Что-то же кребется с той стороны. Найк пошел гулять. Может, мышка что-то перепутала. Хорошо, опять зайти в гости. Так, ну что, я достаточно прогрелся. Сейчас надо аккуратно спуститься. Я по своей неопытности забыл перекрутить камеру на штатив. Поэтому сейчас прямо попытаюсь сделать это быстренько и бегу. А здесь морозец. Так, не знаю, куда его. Ух, ух, ух. Сюда. Раз. Пардон. Вот так. Так. Видно, надеюсь. Опа. Вот так. Ну что, всех с праздником, здоровья всем и добра. Опа. Хорошо. Класс. Так, одеваю. Хотя можно и не одевать. Прогрелся, замечательно. Так, ну в общем так, всех с праздником. Иду в землянку. Нет, одену, чтобы ноги не запачкать. Так. Концертные свои калоши. Они же сланцы для купания. Ух. Хорошо. Вокруг не души. Красотища. А-а-а. Все, пошел внутрь. Ух, здесь тепленько. Так. Халатик. А-а-а. Хотя и халат-то не нужен, так просто вытереться. Так очень тепло. Ух. Красота. А-а-а. Да, вот так вот выглядят мои аксессуары для съемки, для камеры. К такому брусочку прикручен проволочкой. Вот такой маленький штативчик. Дешевенький. А это крепление на голову. Потому что, которое у меня было, сломалось. И это я соорудил открепление от старой каски строительной. Вот. Сделал такую штуку. Вот так вот. И снимаю. Сейчас это убираю в сторону. Чайник уже закипел. Наливаю чайку. Опа. А-а-а. Горяченький. Чайок. И сейчас самое то. Попить чайку с вареньем. Со сливовым. Ну а сейчас займусь приготовлением праздничного обеда. У меня осталось два окорочка. Я попытаюсь из них сделать что-то типа цыпленка-табака. Или тапака, как правильно называется, я точно не знаю. Хорошенько посолю. С двух сторон. И залью соком лимона. Специи пока никаких добавлять не буду. Потому что при жарке они сгорят. И будут не очень приятный привкус. Поэтому пока вот так. Специи добавлю позже. Когда уже он будет практически готов. Поджаренный. Вот так. Хватит половинки. Все, дам постоять полчаса. И дальше включусь. Найк прибежал только что. Стучался в окошко. Я не успел заснять. Эй, хватит валяться. Найки. Ну что за каждый день одно и то же. Прекращай, говорю. Не получишь окорочка. Будешь себя так вести. Понял? Садись. Рейс, иди в свою комнатку. Вот. Халат сушится. Тапочки концертные также. Да, вот еще. Светодиодная лента, которую привезли. Я ее разрезал на две части. Что такое? Сейчас вон у тебя рыбка и корм сухой. Иди ешь. Вот. И сделал еще вот такое освещение на кухне. Вообще шикарно все подсвечивает. Хорошо видно. В общем, окорочки промариновались около получаса. Поворотка с маслом раскалилась. Сейчас попытаюсь так положить, чтобы меня не обрызгало сильно. Вот так. Найк, отходи. Это отбрызает все. Вот такая вот высота. Найк, держи. Рыбка вон. Икон. Иди ех. Что такое? Найк. Не проголодал? Ну ладно, где окорочки тогда? Пока окорочки жарятся, мы с Найкем немного отдохнем. Сегодня как-никак праздник. Можно немного и поваляться. Дрова заготовлены. Печь прогрета после парилки. Можно немного расслабиться. Ну, завтра все сначала. Обычный день. Куда пошел? Найки, бродишь? Да, я подойду к столу. Отойди. Пока окорочок жарится с одной стороны, я нарежу несколько зубчиков чеснока. Мелко. И добавлю смесь перцев. В общем, я точно рецепт не помню, поэтому делаю на свое усмотрение. Но, когда попробую, скажу, что получилось. Из перцев черный перец, кориандр. Что тут? Смесь овощей немного. Можно чуть больше. И приправа карри. Тоже немного. Это лично на мой вкус. Посмотрим, что из этого получится. Опять же, сок половины лимона. Выдавливаю. О, окорочки уже пахнут. Сейчас буду переворачивать. Вот так. Приправу. Это буду поливать уже на практически готовые окорочки. Чтобы оно не подгорело и не испортило вкус. Так. Сок лимона. Перцы. Чеснок. И добавлю сюда немного горячей водички. Размешаю. Они так. В кипяточке отдадут больше аромата. Сейчас повыбираю косточки. Также сюда немного масла. Так, ложечку. Перемешиваем. Косточки я повыбираю. Косточки я повыбираю. Сейчас посмотрим, что у нас. Ну вот, окорочки подрумянились. Отличная корочка. Сейчас переверну. И буду обжаривать со второй стороны. Вот такая красотища. О! Пей, пей, пей. Ты водичку. Ну что, окорочка хорошенько поджарились с обеих сторон. Теперь я визжу смесь специй. Накрою крышкой. Дай им хорошенько напитаться ароматом. И немного протушиться. Минут 10. Пока не испарится лишняя влага. Крышку приоткрою немного, чтобы пар выходил. Все, ждем еще 10 минут. Найки, дождешься? Запах чувствуешь уже? Ароматы какие? Потерпи, дам тебе кусочек. Вот окорочка протушились. Очень сочные, мягкие. Найк побежал опять на улицу, попросился. Поэтому я сейчас вырежу ему кусочек из серединки. Положу ему в тарелку, пусть остывает. Ну и сам буду приступать к обеду. Так что, всех, кто кушает вместе со мной, приятного аппетита. Ну а я буду с вами прощаться. Еще раз всех поздравляю с праздником. Всем здоровья, добра и хорошего настроения. Бу-бу. До встречи в новых видео. Пока. Найки, найки, найки. 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 Что ты домой идешь? Найки. Найки пошел гулять. На птичек охотится. Надоело ему медведей тягать. Найки. Не хочется ходить. Найки. Ты не беременный случайно, нет? У тебя все в порядке? Никто там не шевелится у тебя? А? Можно. Что не отвечаешь? Что тебя не угомонишь, мурлыкаешь? Ага. Когда медведя дотащишь? Ты уже их сколько завалило, дотащить не можешь. Все. Отдыхай. Спокойной ночи. Понял. Пока.